Друзья, и снова всем привет, с вами Страйкс, и мы продолжаем играть в Империон Галактик Survival. Я накопал немножко Купера, буквально там 400 штучек. Я думаю, что нам хватит. Так, давайте я покажу. Ну вот, 471 и 200 железа, ну не железа, а как его, цемент, короче. Щебень, цемент, одно и то же. Вот такая вот у нас Леди Бур, смотрите, как вот. Два усилителя, четыре маленьких, четыре больших. Я думаю, даже маленькие можно убрать. И я вот посмотрел, так сюда просится еще один посередине Бур. Нам как раз посередине, по-моему, не хватает. Хотя, может быть, они захватывают ту область, вот эту серединную, по бокам. Они же крупно бурят. И, в принципе, оно и не нужно. Но чисто визуально просится сюда еще вниз Бур. И он как раз сюда, в принципе, влезет. Видите, как раз у нас все войдет. Сверху бы тоже поставить, но сверху у нас кабина. Если я поставлю от, начиная, прожектора, то Леди Бур станет еще длиньше. Что не хочется, конечно же, делать. Прям вообще никак. Поэтому пусть она будет вот такой. Все, погнали. Погнали. Нам там что-то не хватало совсем. А, правильно. Мы карго-блок хотели сделать себе, чтобы мы могли экономнее на базе складывать ресурсы свои. И это, кстати, правильная мысль. Я вот почему-то сразу не догадался, чтобы этот блок не построить. Это же наш блок, мы же его строили. Он заточен под нас. И он пойдет, потом в любом случае его надо будет строить, он пойдет на большое судно. К тому же, перетаскивать будем оттуда. Отсюда, точнее, туда. Так, очень высоко подлетают вот эти большие. Смотри, как он. Ну все, садимся. Крепись. Прикрепилась, что ли, уже? А что, звука не было характерного? А, она у нас не крепится. Точно. Я же забыл, у нас тут нужны такие побольше. Все, она у нас без крепежа. Ну ладно, не улетит. Кстати, крепеж-то надо будет ей сделать. Иначе реально в космос улетит. А если мы ее на большое судно вернем? Так, здесь я все забрал, все забрал. Пойдемте. Закинемся. О, здесь у нас как раз потихонечку все делается. Так, давай, садей. Ой, не садей, а купер я. Купер же, да, принес? Купер, купер. Ну и садей тоже, в принципе. А сколько нам не хватило блюпринт? Фигня, да? Просто фигня. Как у нас тут? Можно, в принципе, закинуть. Чуток топлива. И бак у нас, по-моему, тоже обычный, маленький самый. Давайте я еду соберу, а то огород простаивает. Огород должен постоянно приносить плоды. Хотя особо из него делать нечего. Единственное, у нас пирог постоянно готовится. Пирог, вот это, вот это. Мука. И таблеточки. Так, и пока что... Ага, а куда нам его пиндерить? Ну, в принципе, вот сюда он войдет. Или можно его вообще загнать вот сюда. Он же летающий, почему бы сюда не загнать? Кто сказал, что сюда нельзя? Можно сюда поставить. Здесь прям вообще будет никуда, никому не мешает. Так, давайте я вот это выгружу, пока нам это не надо. А слот они занимают. Вот эти я спилил с нашего ховера. Потому что он у нас не достает все равно до пола. На земле не достает. Еще, в принципе, две батарейки. И все. Надо хотя бы так набрать батареи, чтобы перед тем, как большое судно будем строить. Но... Оно у нас большого класса. Я думаю, блин, не будет ли у нас тут наша игра возмущаться, то, что она больше, чем четыре. Или сколько там возможно. В синглплеере, по-моему, какая-то тоже ограничение есть. Но, насколько я понял, читая комментарии в стиме, что можно расширить вот этот ограничительный класс. И сделать даже в синглплеере его... Ну, десяточку точно можно сразу накрутить. А больше, я вот не знаю, если больше можно, то напишите, как, ребята. Буду благодарен. Как можно расширить класс. Потому что я думаю, что будут ошибки выскакивать. Из-за того, что у нас класс корабля будет больше, чем десять. Я просто боюсь, что он будет больше, чем десять. Я постараюсь, конечно, вместить в него все необходимое. Но он из-за того, что он большим... Большой. Там надо делать, чтобы красиво все было, ребята. Он у нас далеко не за десять улетит. Но я видел корабли в мастерской и по сорок классности. Сорок, можете представить. Во сколько раз превышающую норму. Естественно, на серверовый мультиплеер вас с таким кораблем никто не пустит. Если вы там захотите его построить, у вас не получится, скорее всего. Вас просто выкинет. Но мы играем в синглплеере, поэтому нам все равно на этот мультиплеер. И мы можем сделать себе параметры, по идее. Такие, как хотим. То есть можно вроде бы прописать как-то в консоли, что разрешить доступный вот этот класс повысить себе. Чтобы вы понимали, просто классность корабля это как бы размеры его в блоках. Они там как-то по треугольникам считаются. То есть каждая деталь, к примеру, один блок там, по-моему, три треугольника, или как-то так считается. И разные предметы тоже считаются, сколько-то там треугольников вот этих кубических, или как они там исчисляются. И есть определенные рамки. Вот, по-моему, десятый класс – это 3000 треугольников. То есть если посмотреть, а что я вам рассказываю, я могу вам так показать через блюпринт. А, слушайте, а я вам… А, вот лаборатория. Вот, смотрите. Я вам не буду показывать снаружи этот корабль. Я вам могу показать другие. Видите, красный. А, нормально все. Хотя пишут, что блок какой-то не построен. 25-й. Уровень просто нужен. А, странно. А, нет, это маленькое. Вот, смотрите. Класс-сайз – 74. 25-й уровень надо, чтобы разблокировать. Ну вот, 74, ребята. Вы можете себе представить? 74 класс. Это огромнейший корабль. Кстати, корабль реально красивый. Чтобы вы понимали, вот эти вот… Вот этот квадратик, который я вот здесь возле мышки, это ворота. И они, по-моему, 15 на 15 или 17 на 17 больших блоков. Вы можете себе представить, какой-то корабль сюда войдет? Ну, мы не его, естественно, будем строить. Мы будем строить мой корабль. Но, тем не менее, у него пока что класс 7. Вот. До 10-го, насколько я знаю, можно разрешено пользоваться. Вот видите, вот 10-й, и то красным он уже подсвечивается. Вот. Вот этот карго-блок будем тоже делать. Очень полезная штука. Причем, ребята, я уже в новом корабле. Сейчас опять интрижку. Не спойлер, ребята, а интрижку. Сделал отсек под вот этот вот карго-блоки. Вот эти 4 маленьких блока размером… Точнее, 4 больших блока. Это сюда складируются маленькие блоки. Там все в больших-больших контейнерах. В общем, сюда вмещается вообще все. Это как раз для конструктора. Очень полезная штука. Я сделал место, куда вот эта штука будет ставиться. Причем обыграл. Это очень даже интересно. Посмотрите потом. Хотя, что думаю, потом. Серии, я надеюсь, уже запущу скоро. Как у нас сезон начнется. Я думаю, да, вот как раз сезон начнется. А сезон начнется, я сейчас скажу. К моменту выхода данной серии он уже начнется, естественно. Но вообще у нас осталась одна серия того сезона. И у нас начинается новый сезон. Потому что то сохранение у нас кирдыкнулось. Все, я создал. И что-то я хотел сделать. О, ну, правильно. Я хотел Купера закинуть. Там надо 24, но мы закинем все 38. Все. Создаем. У нас 6 минут. Ждем, пока создастся. И посмотрим. Блин, можно было бы, конечно, кстати, я там еще и пушки накрутил. Но я экспериментировал. Естественно, у нас вот этот сатиевый слиток подлетел в надобности. Но он нам не нужен будет, потому что к моменту создания корабля нашего, когда мы его доделаем в креативе, я буду делать его без пушек. Пушки мы будем накручивать сами, скорее всего. Ну, то есть, как и тогда мы делали. Потому что они очень много жрут по слиткам, которых у нас пока что, опять же, нет. Так, все, я покушал, все хорошо. Кислорода бы мне еще закачаться. Может, реально сделаем кислородную эту? Чего я тут бегаю и все? Все равно мы это все, если я не ошибаюсь, она, по-моему, подходит для большого корабля. А ну-ка. Да. КВБ. И малая парящая. Делаем. И, наверное, надо будет большой все-таки. Большой отсюда загрузить. Большое, большое. Танки. Это у нас маленький, это у нас большой танк. А еще больше нету. По-моему, у нас не прокачано просто. Давай сейчас поставим. Вот сюда поставим. Блин, не ставится там лампочка. Куда можно поставить? Вот сюда могу поставить. О, возле входа будет. Давай, закачай меня полностью. Я почти все сожрал, да? Ну, понятно. Ну, как обычно. Потому что мало у нас загружено. Хорошо. Там у нас как? Блюпринт делается? Четыре минуты еще, ребята. Ждем. Четыре минуты. Давай загрузим сейчас пока. А, вот. Я еще хотел экспериментировать. Можно ли два сразу ставить на одну скважину. Правда, они там очень долгие. Там, блин, 60 в час. Прям вообще ни о чем. С одной стороны, конечно, когда ты летаешь и ничем не занимаешься, оно там потихонечку бурится. И добывается, да? Но нам бы хотя бы второе. Второе по счету прокачать. Иначе прям вообще беда. Так, пока я тут заговариваюсь, давайте мы поставим. Чтобы у нас всегда что-то делалось. Все, пусть делается. И большие тоже поставлю. А мы будем скиллы качать. Пока у нас блюпринт все равно делается. Так, 14 уровень. Нам еще много-то 15-го-то? Ну, еще пока много. Давайте смотреть. База. Вот у нас нужно. Вот это нужно. Так, оффлайн-защита не нужна. Пушки не нужны. Вот это, по идее, бы нужно. Чтобы нам не чинить свой кораблик. Правда, сюда пауэр-колл аж целых 4 магнитных этих самых трансформаторов улетит. Эх. Ну, зато он будет чинить нам автоматически наши кораблики. И вот это. Так, ладно, подумаем пока. 15-й нужен срочно. Так. Может, уже пора вот это качать? Сейчас пробежимся, посмотрим. Так, оружие все вкачано. Все вкачано. Тулсы. Да, вот эту штуку тоже вкачаем. Цвет всегда нужен. Здесь у нас все вкачано хорошо. Здесь у нас, в принципе, до 15-го здесь вот бур откроется, и следующий уже на 20-м только. Да, это у нас уже на 25-м. Все. Ховер. Что у нас по ховеру? Миниган турель. На ховер мы не будем ставить. Пассажирское кресло пока не актуально. Вот армор. Я думаю, что тоже не актуален. А вот на маленькое судно надо армор, наверное, вкачать. Давайте трастеры вкачаем на маленькое судно. Так. Вот армор на маленькое судно. Менять. Пусть будет. Шасси пусть будут. Они, по-моему... Нет, они только на маленькое идут. Все. В принципе, здесь уже нужен 15-й уровень. Базу мы... Или сделать этот ремонтный блок. Хрен бы с ним, зато будем чиниться. Быстренько и сразу. Трам-пам-пам-пам-пам. А что у нас тут полезного-то? Ну, это здесь у нас уже большое судно, которое мы пока что не можем строить. Точнее, можем, но мы его не будем, потому что мы его делаем в креативе. Но нам вот это все равно все открывать. Ладно, ребят, я... А что я мучаюсь-то? Я все равно должен вкачать это, а потом уже строить, не строить. Это уже вариант другой. Все, у нас 5 этих осталось, в принципе. Мы особо-то много-то не построим. Давайте вот эти поцелушки. РСУ. Все. Все. В принципе, у нас все хорошо прокачано. Все хорошо вкачано. Железо у нас целый стак покопился. Все, блюпринт готов. Давайте делать. И я сразу, чтобы он был готовый, возьму часть топлива. Я думаю, что ему много не надо. Сможем мы здесь поставить? Я думаю, что сможем мы его здесь поставить. Блюпринт наш, готовый спаун. Ой, а он небольшой, ведь? Только раз мы сюда будем загружать, давайте мы сразу в эту сторону. Хопа. Бабах. Открываем. Загружаем его. Отлично. Включаем и загружаем куда надо. Вот здесь у нас будет он стоять. Тихо, главное не перевернись, иначе я тебе тут в жизни не переверну. Тихо, тихо, тихо. Здесь главное, чтобы ты встал нормально. Так. По потолочку. И сюда давай. Не вижу ни хрена, правда. Так, давай вот так попробуем. Криво просто, да? Ай, шайтан. Нет, нет, нет. Он у нас крепится только к стене, поэтому не страшно. Давай, может, мы его хитро сейчас перегоним. Знаете как? Попасть только нам до стенки. Во, во, во. Давай, давай. Выравнись. Вот задачу, да, страйкс придумал. Давай, давай. Тебе надо просто ровно. Тебе просто ровненько надо. Будь ровным. Будь ровным кирпичом. Ты влезаешь сюда, я знаю. Я же сам строил тебя. Во. Перфект. Перфект, твою мать. Отлично, ребята, отлично. У нас куча вообще места просто освободилась. Ты смотри, сколько здесь всего. Здесь миллион просто контейнеров. Более того, мы это потом все возьмем и перегрузим на наш корабль. Я понимаю, что можно было вот это убрать и сюда его лучше поставить. В принципе, это будет гораздо легче. Давай мы это и так и сделаем. Чем корячится наверх. Просто вниз его загрузить гораздо проще. Я сейчас весь хлам сюда скину просто. Я понимаю, что у нас там по отсекам разопределено, где железо, где чего, но я сделаю пока вот так. Скажет, вот, мучился, сюда загонял, теперь хочет сюда его переставить. Ну, ребят, ну вот такой вот я. Я не сразу вижу. Ага. Надо зарядиться. Не сразу вижу оптимальный вариант. Ага. Не надо покрасить было бы. Стой. Не туда тыкнул. У нас небольшая перестройка в базе. Перестройка в базе. Так, что у нас тут вообще идет? Вот это. И покрасить это все дело в белый. Все нормально у нас тут. Оп. Эх. Ставил, ставил тебя, геморроился. В итоге передвижки у нас. Но. Стой, стой, стой. Вот так не надо делать. Вот так вообще не надо делать. Давай потихонечку выравниваемся. Во. Просто по полутыху намного лучше ходишь. Легче ставить просто. Во. Куда хочешь туда и в пинди. Во, отлично. Все. И он тут вообще никому ничего не мешает. И у нас тут полно места. Даже освободилось еще. Все отлично. Все у нас хорошо. И сюда давайте мы складируем вот это все. Ой, это надо было добавить туда. В конструктор. Все, ребята, у нас одна постройка полезная сделалась. И таких надо будет сделать там я, по-моему, четыре освобождал блока. Точнее, не освобождал, а специально сделаю под это. Но это мы будем делать все, естественно, не сразу, по чуть-чуть. Вот. В принципе, мы выходим потихонечку на тот уровень, когда у нас что-то начинает появляться. Что-то мы начинаем уже гораздо легче делать. Лучше себя чувствовать. Так что потихонечку, ребята, потихонечку делаем. Кстати, наверное, дома надо снимать эти бустеры. Иначе у нас защиты вообще никакой нет. защиты, армора. Все сожрали. Так, давай еще железо. Да, пусть топливо, наверное, тут делается. Что мы будем сейчас делать? Что мы будем делать? Конечно же, нам придется в любом случае пиликать на на титан и распиливать его. Иначе мы просто не наберем 100 тысяч железа. Я не шучу, ребята, нам надо для корабля 100 тысяч железа. То есть вы можете представить, сколько это стаков, сколько это много бурить, если это бурить. поэтому мы будем делать это. Кстати, свет надо сюда добавить. Что-то у нас света тут вообще нету. У нас тут только тут. Давайте лампочки сделаем. Базой, конечно, тоже надо заниматься. Базу я хочу строить. и будем делать туннель тот, который я выкопал случайно. Я случайно его выкопал, но я думаю, что мы до него дойдем, чтобы нам там блоки поставить. Сразу же мы не можем туда блоки поставить. Нам надо именно с базы тянуть блок. Ну, либо туда базовый блок этот самый ядровый пиндюрит. Но это получится тогда вторая база. Нам не надо это делать. Так, давай. Лайт. парочку. Можно прожекторы впиндюрить. Но мы не будем. Кстати, вот эти штуки по-моему, не ставятся просто на землю, да? Или ставятся? Вот они бы хорошо в шахту пошли вместо вот этих. Давай сделаем десяток. Десяток, десяток, десяток. Что еще нам нужно здесь на базе? Давай смотреть. Что нужно на базе? А где наш мотоцикл? Ребята, я вот что-то вспомнил про него. Он опять, что ли, исчез? Забаговался? Эти патроны можно будет добавить туда. Здесь нету. Я не шучу, ребята, где наш мотоцикл? Кто-нибудь видел мотоцикл? Может, он опять исчез? Он же где-то я его парковал. Мотоцикл, отзовись. Или он со мной? Нету, не со мной. Блин, печаль, беда. А где мотоцикл? Может, тут? Походу, мы просрали мотоцикл. Здесь пусто. Кстати, у нас достаточно вместительный вот этот маленький кораблик. Здесь четыре больших контейнера. Ну, небольших таких. Это небольшой, это маленький. Есть и еще больше. Да, мотоцикл. Я же вот здесь где-то стоял, а он у нас собирался. Помните такой? В сборочный вариант он у нас уходил, в квадратик. А потом, видимо, вот... А, нет, это я создаю, если... Блин. Походу, он забаговался куда-то. Здесь никуда не кинул мотоцикл я. В холодильник, может быть, он улетел? Нет. Да. Давайте поедим еще. В общем, ладно. Мотоцикл, хер бы с ним. Не жалко. Мотоцикл. Я им все равно никогда не пользовался. Здесь тоже нету. Это вообще странно. Очень даже странно, ребята. Мотоцикл. Мотоцикл, ты куда? Все, стамина восстановлена. Хорошо у нас. Потихонечку все делаем. Так, что мы еще будем делать, чтобы нам точно загрузиться? я думаю, что сейчас поступим таким образом. Я сейчас подготовлю блоки, а в следующей серии мы начнем делать вот данный отсек. Мы будем делать себе вот эту крышу закрывать, стенки закрывать, может быть, расширимся еще лампочки впихнем и нам надо до второго этажа сделать. Я думаю, что надо побольше сделать как-то красивенько крышу. Единственное, я надеюсь, все это не упадет, не рухнет и будет прочно держаться. У нас тут в принципе блоков-то мало, а оно по-моему 9 блоков в длину держит. То есть здесь у нас так померить нечем, но небольшое у нас тут. А, что мерить-то у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну да, на девять как раз у нас и уходит. То есть девятый блок стыковочный, а это на восемь. Я думаю, что в принципе должно держаться, то есть делать девять на девять, но девять уже опора. Восемь внутри, я думаю, держится, выдержит, должно выдержать. Ну, надеюсь, посмотрим, как пойдет. Я надеюсь, крыша просто не отвалится на нас. Вот, и будем заделывать все тут, все тут потихонечку делать базу. Вот, как-то так. А сейчас подготовлю я все нужное для этого. У нас там есть вообще блоки-то какие-то? Пойдем посмотрим. Так, это у нас база, кстати, да, это у нас армора, это нет, это мы оставим. Это у нас закаленка, цемента полного, цемент плацамо вообще, можно еще сделать прям вообще. Дерево, вот это, это все хорошо. Нет, больших блоков у нас нет, вот эти у нас есть. Можно, кстати, большой от маленького вот так поставить, цемент сюда, чтобы у нас ровненько было все. Большое, маленькое, большое, маленькое. все, как-то так, порядок навели. Отлично. Вот, давай пойму себе в это самое поставим куда-нибудь в дом. Покрасивее, смотри, какая. А это вообще от потолка растет. Интересно. О, какое дерево. Деревья добавили, ребята. Таких не было. О, вот такое хочу. О, смотрите, мы тут сакуру поставили красную. Все, ребята, все у нас хорошо, потихонечку живем, потихонечку выживаем. И сюда, наверное, складывать, здесь быстрее найдется. Сейчас не на Сирию я буду строить много-много блоков, чтобы с вами могли строить уже базу. И будем делать базу в следующей серии. Если успеем доделать, то полетим на Луну. Там покачаемся чуть-чуть, нам нужен как раз 15-й уровень. То есть по плану база, постройка, да, крыши, по крайней мере, чтобы у нас, если дроны летят, чтобы по маленьким нашим корабликам не стреляли. А вылетать мы будем отсюда. Может быть, может быть, я еще не уверен. Мы сделаем сюда вот эти ворота, в эту сторону. Но нам придется здесь копать грунт, иначе, смотрите, у нас тут неровно. Поэтому я, в принципе, делал выход на воду. Хотя вот для парящего судна оно не особо-то хорошо, потому что надо будет еще здесь хотя бы на пару блоков сделать пошире, чтобы площадка была туда. Ну ладно, как-то так. Так, в общем, я распланировал много чего. На этот сезон у нас большие планы, особенно связано это с большим судном. Я надеюсь, оно у нас хорошо построится и не будет никаких критовать ошибок с сохранением, потому что оно у нас там классно 7, я повторюсь, и боюсь, что это не предел, потому что классность там будет 10, а то и 15. То есть он очень большой по кубикам, там реально строить там 100 тысяч железа надо как минимум. Так что придется очень много бурить, копать, наш леди бур будет работать, шахты будем рыть и все добывать. Все, ребята, на этом я с вами прощаюсь. В следующей серии мы продолжим, так что не расходимся, остаемся, подписываемся, комментируем, не забываем ставить лайки, если нравится видео. И в следующей серии увидимся, ребята. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok